Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. И сегодня я вам хочу рассказать о релизной iOS 14, которая будет, скорее всего, 15 сентября на презентации Apple Event. Нам ее представят сразу же после презентации, либо же на следующий день, либо же, как максимум, оттягивает срок. Это в течение недели до старта продаж новых устройств. Но, скорее всего, это будет именно 15 сентября, и я хочу вас предостеречь. Я хочу рассказать о достоинствах, о том, какие есть нововведения, на те, которые обращаю я внимание, которые вам посоветую. Ну и, конечно же, я вам расскажу минусы, чтобы вы знали, как плюсы, так и минусы, чтобы вы могли определяться, ставить iOS 14 себе или не ставить. Что мы имеем? Удобный виджет звонка, приятная Siri, картинка в картинке, новый режим App Library, новый, также, классный режим, то, что есть виджеты, умные виджеты, смарт-виджеты, и это покупка через NFC. Ну и, конечно же, очень удобно то, что есть теперь в Safari, онлайн-переводчик страниц. Вы сами видели то, что я вам сказал, есть такие еще, конечно, классные достоинства, как шумоподавление музыки, то есть, когда вы будете слушать в наушниках AirPods, также шумоподавление записи диктофона, убирать просто посторонние какие-то звуки, чтобы вы могли оставить только свой голос, это очень полезная штука, я согласен. Просмотр YouTube в 4К, но как это будет отражаться, то, что вы смотрите на телефоне, по факту разницы нет. Запись видео, как у меня, с экрана, с музыкой, то есть, я могу включить музыку одновременно через Apple Music и, как бы, срушать и записывать видео. Ну, это полностью бред, как бы, как по мне, мы и так можем вставить видео, проблем никаких нет. Что касается других функций, да, есть разные достоинства там, и то, и сё, но, как бы, по мне, самое то, что я хочу обратить ваше внимание, то, что с каждой версией iOS мы все прекрасно знаем, что занижается производительность. Но на iOS 14 она занижена настолько, что прогрузка страниц, вы сами видите, любая другая iOS, надо взять даже самым слабым телефоне относительно этой версии, то есть, SE взять, он будет быстрее прогружать, просто будет быстрее прогружать даже на этой версии, на 13-й версии, там, не важно, она просто быстрее прогрузит, то есть, уже торможение идет нормально, ну, то есть, есть такое понятие, как производительность сингл-кор и мульти-кор. Вот сингл-кор вроде бы в порядке, так себе мульти-кор показывает, вроде бы, это как на игры, но оно дает о себе знать, то есть iOS 14 пожирает оперативную память, очень много, и из-за того, что эти виджеты рабочего стола, в принципе, работает, то есть, они, фактически, она будет, но постоянно на экране, постоянно будут обновляться, и за счет этого мы превращаем наш iPhone в Android, о чем идет речь, потому что в Android открытая система, она постоянно обновляется, подключена к интернету, без интернета, неважно, здесь, конечно же, будет все зависеть от интернета, но, сама суть, очень большое потребление энергии, поэтому, как по мне, я бы не ставил, не ставил iOS 14, потому что есть на это весомые причины для меня, для меня важна производительность, для меня важна автономность, как бы, те фишки, которые были перечислены, они, конечно же, крутые, классные, приятные, эффектные, но для меня есть важным то, что важным, я обновляться не буду, а вы принимаете сами решения, вас к этому не призываю, я лишь информирую, и все. Поэтому, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео, всем пока!